Настя, вот мы с тобой идем объекта культурного нации для ЮНЕСКО. То есть это международный дизменный памятник, который должен сохраниться для будущих поколений, поддерживается в надлежащем состоянии, ставлю иметь. Махни рукой. 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 парт-резиденции на острове. Остров называется Град-Свияжск. Это Татарстан. И здесь уже 10 дней 10 художников работают. И мы пишем картины. Кто-то режет линогравюры, кто-то делает графику, живописи, даже перформансы. У нас уже было три перформанса. Все это делаем мы на основе истории Свияжска. Эта история является очень важной частью истории России. Нас водили по всем музеям. Мы познакомились с художниками, которые здесь живут. Мы побывали в реставрационных мастерских, хиромических мастерских. Проводили лекции. И все это было очень интересно. И вот мы наполнились всей этой историей, всей этой фактурой, атмосферой этого места. И начали тут творить разные картины. В общем, видите, мое довольное лицо. Я очень рада, что сюда попало. И вот сняла видео с процессами нашей работы, всех наших участников. В общем, приятного просмотра. Как ты говорила, у тебя крылышка? Да! Крылышко! Вот художники резиденции. Поют от удовольствия. И творят. Марат, скажите, пожалуйста, как вам в резиденции отдыхов? Отдыхов. Шикарно! Шикарно! Что вы рисуете? Что вы пишете? Извиняюсь. Я пишу остров Свиярск. Остров Свиярск. Ого! Ого! Я только сейчас поняла, что это остров. Шикарно! Шикарно! Так, пойдем посмотрим, что делают другие наши резиденты. Так, вот у нас такой замечательный домик. Та-да-да-да-да. Потом Светлана. Светлана. Я беру интервью у резидентов. Так, пару слов о резиденции. У нас сейчас самая активная творческая фаза. Все ребята работают близко, плотно, смотрят. Какие-то новые для себя открывают инструменты. Новые идеи появляются. В общем, арт-резиденция, как показывает практика, очень прокачивает вас силу к художнику. Классно! У вас тоже эксперименты, Светлана? У меня тоже эксперименты. Я очень хотела попробовать. Покажите, что вы попробовали. Аэрозольные краски. Ну, покажите, покажите. Всем очень интересно. А вот же, вот же тут уже. Да, это у меня. Вот у нас тут повсюду художники разместились. На улице, на полу, в коридоре, на скамейке. Сейчас продолжим. Вот непосредственно мастерская вон там. А мы, художники, располагаются везде. Вот, например, мой страшный пример. Вау. Вот, шикарно. Шикарно. И это целая стопка работ за несколько часов. Вот что значит резиденция? Люди собираются и начинают творить просто. Идеи бьют ключом. А здесь наши графики. Здравствуйте. Я беру интервью. Свияжская это как это? Газета. Газета. Веретово Свияжка. Так, девушка, девушка. Вы самый молодой участник нашей резиденции. Да, да, да. Вот, вы уже тут что-то закатываете. В кого вы закатываете? В кого вы закатываете? Закатываете. Так, сейчас я уберу. У меня самой тут, видите, банковый спирит. И я отмывала забор. Несмотря на то, что я из Газета Свияжка. Так, сейчас поставлю. Так. Ага. Сергий Радонежский. Шикарно. Шикарно. Так. Алиса. Да. У вас что? Расскажите. Я Андродный. Ян Грозный. В таком... Бирюзовом оттенке. В бирюзовом оттенке. Да. Ой, какой бирюзовый. Да, да. В клюквенном. В клюквенном. Смородином. Смородином. Цинковая доска. Вот Алиса сделала на ней... Как-то... Ну, скажи. Нанесла рисунок, вставленный штрих. Банк, грозный. Вот. Образами Свияжской архитектуры. Потрясающе. Вот. Можно кладить доску вверху. Можно кладить доску вниз. Мы наблюдаем, как все это происходит. Таинство вообще. Таинство печати. Так. Опа. Ой, ой, ой. О, дайте. Вот так вот. Мне кажется, таким станком еще в веке в 17-м печатали. Может, раньше. Так. И что получилось? Ух ты. Иван. Иоанн. Иоанн. Вот так. Красота. Открывайте вы все печали пред Господом Богом. Открывайте вы все печали пред Господом Богом. Что душе вашею угодно, у него просите. Что душе вашею угодно, у него просите. Святым крылышком машите, на восток спешите. Святым крылышком машите, на восток спешите. Маленькое видео. Как у тебя тут атмосферно. Ну, посмотри на него. Класс. Так, Маргарита, что ты делаешь? Так, вот это пластиночка, да? Нет. Офигеть. Офигеть. Медь. Офигеть. Как это все пахнет. Нереально, я пошла. Да, я только что прям палец. Но я, знаешь, большую часть была на улице. Ты умнечка, умнечка. Я уже обратил интервью у участников нашей резиденции. Эта девушка, зовут ее Каролина. У нее очень интересная техника. Я вообще впервые такое вижу. Так, концентрируйся. Телефон, давай. Вот, посмотрите, какая красота. Это уже практически готовая работа. Она сшита из кусков. То есть, ее скупили. Представляете, какая красота? Представляете, какая красота? Вот так. Красиво. Вот человек привез машинку. Пожертвовала тем, что мало вещей с собой взяла. И пол чемодана эта машинка заняла. Это просто вообще герой. Вот эта вот машинка. Машинку привезла. Водит тут вся такая холодная, без свитерка лишнего, без этого. В общем, жертва искусства. Вот. Вообще. А это вот изнаночная сторона, которая не менее прекрасна, чем лицевая. Нет, ну в смысле, да. Ну вы поняли. Лицевая, конечно, гораздо лучше. Лицевая, конечно, гораздо лучше. Красный – это праздник. Красный – это кровь. Да. Так, я снимаю еще одно интервью. Вот наш участник Антон. Участник нашей резиденции. Вот он начал свои работы писать. Антон, расскажи про скотч. Что это тут происходит вообще? Скотч? Работа сейчас находится в работе. Ты будешь сейчас отрывать скотч? Можно мыть? Я сейчас буду отрывать скотч. Можно мне помочь даже. Ну, на самом деле, скотч как символ реставрации у меня такой реконструкции. Вот. Мне очень нравится работать с цветным скотчем. И в данном случае изображен изразец, который устанавливался здесь все ярким. Вот теперь я поняла. То есть, это вот изразец. Вот это было. Изразец увеличенный. И это как будто осколки все скотчем собраны. Склеенные как будто бы, да? Да, да, да. Замеченные. И как любая реставрация, вносит какие-то свои инородные вещества. Вот. Тут тоже будет некий конфликт. Я хочу сделать до реставрации, после реставрации. Здесь сверху очень много слоев. И мох разный. Копнешь один слой, один другой слой, оказывается. Да. И вот это. Так и хочется все это снять. Так, давай это снизу. Так. Открутите. А вот это будет вторая работа, да? Нет. Сейчас посмотрим. Классно-классно. В общем, успеха вам. Снимай. Спасибо. Снимай. 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 Держи. Ты первый раз делаешь? Сегодня первый раз был, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемнадцатый раз. Ты плодовитый художник. У меня трое. Вот я и хотела, чтобы ты в этот момент сказал, что у тебя трое детей. Я не могу поднимать. Наша резиденция вот забралась вот в такую коморочку. Нас немножко переселили. И делает тут такую красоту. Видите, как там все брутально выглядят. Ножи, доски. Посмотрите, какая милая, чудесная девушка. Между прочим, мисс, там у нее корона есть. Даже 15 корон. В общем, знаете, что она творит? Это арт-объект. Аня, расскажи немножко. В этой арт-президенции я продолжаю работать с материалами, с которыми я уже прежде работала. Это воск. Такое мне свечи я использую и в растопленном, и в расплавленном виде, и такими, какими они здесь. Но я здесь выхожу из зоны своего комфорта и делаю то, что я не делаю. Вот это я использую с материалами, и меняю воск с не совсем сопоставимыми, возможно, вот такими вот шурупами, саморезами, металлом, деревом. Вкручиваю свечи в дерево, растапливаю свечи, как вот на этом халфе. И также здесь я использую воск, как некое такое подобное настроение. Я использую водоросли личные, которыми я... Вот это водоросли. Да. И затем сверху я заливала как раз воском и растетляла его так, чтобы воск не пользовался по кроваву. Где-то он залит светом полностью, а где-то он, наоборот, становится таким словом прогрессивным, но при этом он под собой сохраняет вот эту вот зеленую массу. Ресмитару. Супер. Спасибо большое. Пожалуйста. Анна, успехов Вам на открытии. Вообще ждем с нетерпением выставки. И мы уже знаем, что Вы сделали три перформанса в нашей резиденции. Да. Спасибо Вам большое за Ваше интервью. Очень ждем с нетерпением этот гениальный фильм. Спасибо. 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 Наши, сколько оттисков ты сегодня сделала? 15, я хочу еще 5. О, белый. Белый. Я желаю тебе удать. Спасибо, это из последних сил уже. Ты сегодня просто герой. 15 оттисков и дышать такой дрянью, это просто кошмар. Я это правильный. Да. Ну, дай бог белым. У тебя все получится. Дай бог, дай бог. Перекрестим все это. Да. Как хорошо было. То есть, Сергей Радонежский, помоги нам. Помоги Маше. Месяц у тебя потрачило в монастыре. Помоги мне оттиски сделать. Вот. Ты представляешь, уже закончилась практически резиденция в Свияжске. Уже прошло почти 10 дней завтра, уже открытие выставки. Да. Как тебе? Я подустала сегодня особенно. Но все получается хорошо. Очень много плотворных все поработали. И поэтому, я думаю, у нас завтра будет замечательное открытие. Да. Мы сможем обляться и посреди поздравить. Да. И порадоваться плодам. Да. Так и будет. Ребята, ребята, ребята. Я снимаю видео. Для нашего видео. Мы же уже все скинули. Так. Подождите, подождите. Подождите. Вот, вот, вот. Ребята, завтра у нас... Ну, пару слов скажите. Завтра у нас последний день нашей резиденции. Уже открытие выставки. Мы сейчас монтируем все. Как вам вообще? Представляете, такого больше не будет. Мы почти все готовы. Мы будем не спрашивать, чтобы не сидеть на открытии. Так же, я думаю, вы видите, что у нас прожили. В целом, все хорошо. Любуемся закатом. Любуемся закатом. Да. Мы поделимся с ним мясной порцией. Отлично. Вот перед нами сейчас три куратора нашей арт-резиденции. Так, не влезает в кадр. Вера, Лейла и Светлана. Благодаря им произошел наш приезд на остров Град-Свияжск. Благодаря им, ручкам и усилиям можете немножечко рассказать про то, как вообще вы начали эту историю с резиденции. Зимняя резиденция существует уже давно, но немножко на других условиях. А мы обнаружили, что со стороны художников есть большой строк на летний резиденции. Сами понимаете, это очень востребованное время, чтобы с Вияжского провести. Точно. Да, здесь шикарное место. А как вообще появилась идея здесь? Ну, она давняя, резиденция существует давно. Просто она сначала базировалась на печатной межпостой. У нас есть два окопных строка. Но мы ее сразу почти расширили. То есть решили сделать без рам, без всяких ограничений. То есть необязательно можно приезжать и печатать, можно и в жилку заниматься, и в жилку, и в жилку. А вообще вот сейчас идет формат «Видется время». То есть такого формата еще не было. Уникальная резиденция. И это восьмая уже, да? Восьмая резиденция, которую вы проводите. Именно такие концептуальные задачи пока не стояли. Старый русский стиль, проект. То есть в мире искусства и художники, те молодые, возрастные ограничения не сделали. А в зимней резиденции не было, когда возрастные ограничения. Ну то есть формат такой более мощный, я бы сказала. Да, это очень мощный. И выставка получится хорошая очень, цельная. То есть потому что декураторский отбор такой был. Целенаправленный. И концепция прописана более четко. Ну, наверное, в первую очередь. Виеназе слово просто не задумывалось. Да, выдествование было. Да, и еще с поддержкой при этом было. Да, и в Упции, и там при Витрополит. То есть все-таки была поддержка со стороны церкви. Мы с наступили с пекорами, мы встречали. Но это же чувствуется. Все прилетели. Хоть и были те, кто хотел как-то увильнуть. Светлана, скажите, а вы вот представляете проект «Русский стиль» и проект «После иконы». Вы, получается, как бы объединили такой мост между Москвой и Казанью, образовали. Правильно я поняла? Но этот мост, он уже существует, он только укрепляется через искусство проекта. И сейчас наши резиденции, и сейчас такие совместные проекты. И сейчас наши резиденции разные, и все прекрасные. И очень хорошо. Каждый такой для себя находит в точном вдохновении. Мне, кажется, хочется Лейла и Веру очень поблагодарить, потому что всем очень все нравится. И, ну, я думаю, количество работ, которые они сделали, об этом говорит. Потому что в художнике тут просто у кого-то на береге даже появилась тема, которая можно еще воплощать и воплощать исчерпанными условиями. Это точно. Потому что в суете дел своих ты, как художник, бывает, не всегда можешь найти время, рисовать какие-то идеи, а резиденция – это момент, где можно и экспериментировать, и что-то для себя еще новое открыть. Потому что ты смотришь, кто-то сделал графики разные, кто-то живет, какой-то прием, да, интересный. То есть рост, просто за эти несколько дней, он виден. Да. Даже просто работа рождается. И обмен опытом. И обмен опытом. Каждый, кто никогда не делал линогравюру, ее попробовал вот так вот раз легко и сделал. Ну, вообще, я еще хочу добавить, что я каждый год художникам показываю, то есть опорные станки, показываю немножко, как печатать. Те, кто не печатал, я всех приобщаю. Печатать на графике. А вот формат фитбуронсов был первый раз в резиденции. Был очень веселый, конечно. Спасибо Кириллины Анне. Было здорово. Да. Это тоже какой-то обменяющий фактор художников. Я думаю, в последующем можно тоже рассматривать, которые работают с этими академиями, медиа, которые могут быть и дизоляции, и реформансы, и какие-то, не знаю, вступления, может быть, и специальные. Ну, то есть это все здесь очень как-то... Может вырасти в фестиваль, приглашать музыкантов. Ну, вообще у нас есть планы по продолжению... Красавшая идея. Да, именно в действительности. Вот как фестиваль, возможно, древнерусского даже какого-то. Да. Ну, мы так не то чтобы планируем, но пока что не загадываем, но, возможно, что-то получится. Да. Как фестиваль. В общем, дай бог вам расширения, преумножения вашей команды, может быть, и чтобы ваше дело жило, оно всем нам очень понравилось и очень нужно. Вот. Спасибо вам огромное. Вот. Продолжайте. Это важно. Продолжайте. Это же взаимодействие с арт-объектами. Керамика в кубе еще и есть. Марат, скажи, объемлят вверх. Объемлят вверх. Реально. Это работа не просто. Кто-то ее заплевал, Маргарита ее потирает. Все останется. Нам сейчас монетки начнут скидать. На маковке золот крест, а на крестке ластушка. Как у Бога славы много золотая в рай дорога. Как на церкви ластушка сидит же она высоко. Как у Бога славы много золотая в рай дорога. Как сидит она высоко, а глядит она далеко. Как у Бога славы много золотая в рай дорога. А глядит она далеко, как веселятся небеса, Как у Бога славы много золотая дорога. Радуется земля, как у Бога славы много золотая дорога. Как веселятся небеса, радуется земля, как у Бога славы много, золотая в рай дорога. Широко-широко разбрелись луга, широко-широко разлеглись поля, свет благодати. Это проект Русский Си. Именно здесь проект, который приподнется, он себе выбирает проекты по своей комнате, но эта тема намного шире. То есть что же из себя вообще представляет Русский Си сегодня? Вот именно этот вопрос, наверное, самый главный, который ставят перед участниками. И мы окончились темой, которую девушке предложили, именно с ясно приехать, и у каждого в работе именно тема этого острова, с богатой историей, с прекрасной природой, с каким-то обыкновенным состоянием, у каждого художника сподвигло на какие-то свои эксперименты. Надо сказать, что здесь работы разные, то есть каждый художник очень индивидуальный, у него у каждого есть свои техники, свое мировоззрение, религиозные взгляды, потому что для этого проекта характерно, потому что здесь многонациональный такой край, где это была инициатива своих ребят, то есть никаких заданий не было, никаких раунд не было. Здесь просто вот были творческие, смелые, живые эксперименты. Вот ребята, и у всех, кому-то спасибо вам, что вы были такими смелыми, такими яркими, посмотрели на работу или в холод, в жару, в любое погодное условие, ничего вас не останавливало. И я считаю, что такие художники очень нам нужны. И такие художники действительно могут показать, что же такое в нашем искусстве. Всем вам спасибо. В искусстве силе воды ночной, которая окружает остров, силе воды, это лежит эти слез, которые исходят из человека, и их смеяние вредина, когда человек, находясь в воде, плачет и уплакивает свои слезы. Смиренье, райское утешенье, за терпенье всем нам дастся духовное пенье. За терпенье всем нам дастся духовное пенье. Молодцы. У нас открывается выставка, живописи, графики, перформансы. Заходите, заходите. До Микролоса, вот здесь, вот тут платы. А кто-то приехал уже? Вот ждут автобус форум. Какое платье тебе красивое. Заходите за автобусом, но не понимаете. Они где-то застряли, сидя по всему. На автобусе? Ну, жена, Террина, вот, может, дом. А-а-а, ну да-да-да, боже, дом. Но автобус я не видела. Настя. Я тоже ему на мер, если что. А мы тут все интроверты. И все интроверты, чё? У вас еще время позволяет. Все интроверты. Мы вынуждены. Давай на церковь певать. Приглашаем вас на выставку, девушки. Ладно, хорошо. Вот выставка у нас. Не опаздывайте. Ну, как можно так долго ехать? Мы художники, мы работали здесь 10 дней, в Слеяске. И приглашаем сейчас на выставку. Вот мы написали. Художники из всей России, из Москвы, из Питера, из Ростова, здесь, в Казанье. Вот, 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 взглянула я церковь сейчас. Ростовая выставка. Туда, да? Да, да. Давай завляем. Просить вас на выставку. У нас экскурсия. Хорошо, после экскурсии приходите сегодня. Будет выставка в этом доме. Просли я. А про человечка можно еще? А полета разговаривается. У нас такая сложилась классная атмосфера со всеми участниками. Такого прям взаимодействия с отношением. Творчества, поддержки друг друга. Вот. Каждый восхищался друг другом. И этим самым мы поддерживали друг друга. И каждый раскрывался все больше своей грани таланта. Не знаю, мне кажется, тут очень многие сделали какие-то прорывы для себя, открытия в творчестве, вот. То есть каждый лично как-то художник вырос? Каждый вырос. Нашел, может, какую-то новую тему, новую технику. Попробовал себя вот в новой теме. Я, например, развила тему, которая была у меня довольно маленькая. Как бы я ее особо не затрагивала. Тут я ее увеличила до масштабов там метр на метр. И мне это так понравилось. И я очень благодарна за такую возможность вообще побывать здесь. Побывать с этими людьми в этом месте, в это время. И это было просто чудесно. Спасибо. Все сошлось. Да, все сошлось. Слава Богу. Да, слава Богу. Слава Богу. Старе, но скажи я тебе одно. Спи всегда с открытым окном. Чтоб чувствовать мир, его благодатно прими. Все то, что в нем есть, ты прими. Прими. Играй музыка. Стирай лады. Подумай, деньги лишь товар, но переполнен бар. Ловят с акулами, Макар, а значит, мы живы. Подумай, деньги лишь товар, но переполнен бар. Ловят с акулами, Макар, а значит, мы живы. Далеко, далеко, не догнать его. Далеко, 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 не поймать его. Дальше того, моя тоска. Дальше того, дальше того, моя печаль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...